В сегодняшнем видео я, как и обещал, расскажу про батареи для электромобилей, о ценах их в Китае, о наличии, покажу свою переписку с поставщиком, которого есть в наличии батареи для электромобиля. Но перед этим, на основании своих небольших знаний, я хочу развеять несколько мифов о электромобилях. Миф первый. Батарея на электромобиле служит 4-5 лет, а потом ее надо менять. Ну, во-первых, все поставщики, почти все поставщики, первое, дают гарантию 8 лет на электромобиле. Минимум 8 лет, а некоторые даже пожизненную гарантию. Во-вторых, сейчас современные батареи имеют от 1500 и выше, там, до 5000 циклов зарядки. Получается, что один цикл, это не так, что вы зарядили там 20% и цикл прошел, или там 80%. Нет, это от 0 до 100%. То есть, вы можете зарядиться 10 раз по 10%, 5 раз по 20%. Это будет считаться один цикл зарядки. Возьмем, к примеру, мой электромобиль. Он у меня в среднем проезжает 250 километров. Это в среднем зимой больше, летом, ой, то есть, зимой меньше, летом больше. Теперь возьмем 1500 циклов, минимальную возьмем 1500, умножаем на 250 километров. Получаем, 375 тысяч километров может проехать машина по гарантии, получается, завода. 375 тысяч она проезжает, и батарея не садится в ноль. Она теряет до 20%. Получается, вы все равно после того, как проехали, зарядили свою машину на 1500 циклов, и проехали 375 тысяч километров, ваша батарея потеряла всего 20%. Дальше вы можете все равно ездить. Это первый миф. Теперь перейдем ко второму мифу. Если сломалась батарея в электромобиле, то ее надо полностью менять, и эта замена очень дорого стоит, там больше 30% от стоимости электромобиля. Но на самом деле все не совсем так. Были, конечно, случаи, когда производители делали брак, та же Kia, там Chevrolet, полностью меняли батареи, потому что, ну, был брак, в общем. Но на самом деле батарея не меняется полностью. Из чего состоит батарея электромобиля? Она состоит из нескольких модулей, нескольких десятков, там больше 10, больше 20. Мы сейчас для примера возьмем, допустим, 10 модулей. Каждый модуль у нас 15 вольт, 200 ампер. 15 вольт, 200 ампер. Чтобы высчитать мощность батареи, необходимо умножить вольты на амперы. И вы высчитаете киловатт. Сейчас я покажу вот шильдик на моей машине. Как пример, в моей машине 351,4 вольта и 150 ампер. Мы эти две цифры умножаем между собой и получаем 52,7 киловатт часов. Получается, не, не киловатт часов, а просто киловатт. Получается, в моей машине, в моем электромобиле 52 киловатта. Теперь перейдем к нашему аккумулятору. В нашем аккумуляторе 15 вольт, 200 ампер. Они соединены последовательно. Соответственно, последовательно это от плюса к минусу, от минуса к плюсу. Вот так соединяются все батареи. Соответственно, при таком соединении увеличивается вольтаж. Ампераж остается такой же. Итого, если мы весь вольтаж прибавляем, умножаем, то у нас получается 150 вольт, 200 ампер. Мы эти две цифры умножаем, и у нас получается 30 киловатт наша батарея. Вот, допустим, у нас 30 киловатт. Она должна пробегать, допустим, там 300 километров наша машина. Но она пробегает 90. Был такой случай. Я когда ехал с Кыргызстана на заправке, где заряжал, человек сказал, что к нему очень долго ехал электромобиль. Больше 10 месяцев, и у него полностью села батарейка. Когда он ее зарядил, машина максимум ехала 90 километров. Хотя должна была ехать 400. Он отдал человеку, который ее отремонтировал, и она дальше стала ехать также 400 километров. Ремонт стоил 500 долларов. Сейчас я расскажу, как делался этот ремонт. Допустим, ваша батарея полностью села, и когда вы ее зарядили, несколько ячеек, одна, две, там, три, просели. И вот, допустим, они стали 13 вольт. У них вольтаж упал до 13. Ампераж остался такой же, а вольтаж упал. Соответственно, когда вы заряжаете машину и едете, все остальные ячейки максимально отдают 13 вольт. Не 15, а 13. Получается, вся батарея начинает работать на 13 вольт. И, соответственно, теряется пробег. Как ремонтируется это? Получается, вы отвозите к специалисту, он вскрывает специалист и вычисляет проблемные ячейки. Вот он вычислил первую и вторую. Здесь выхода два. Либо он их пытается ремонтировать, это от балансировки. Балансировка идет этих батарей. Либо если они не поддаются ремонту, балансировке, тогда их меняют и ставят новые. Но мы не будем это так критично относиться к ремонту. Допустим, балансировка удалась. И 14,9 вольт у нас вышло. Вольт. 14,9. Все остальные ячейки автоматически будут тоже на 14,9. Получается, что ремонт батареи заключается только в выявлении проблемных ячеек и либо их замене, либо их ремонту. Все. Полностью батарея не меняется. Это очень редкий случай, когда меняется вся батарея. Обычно меняется только несколько ячей. Есть электромобили Nissan Leaf такие. Они ездят с 2011 года. Выпускались и ездят еще с 2011 года. До сих пор на своих батареях ездят машины. Это прошло 12-13 лет. Батареи древние, без охлаждения. Самое страшное для батареи – это высокие температуры. У Leaf не было в первых версиях охлаждения. Поэтому я хочу этот миф развеять. В том, что ремонт батареи – это не полностью замена. Это замена нескольких ячеек. Даже вот моя переписка с китайцем, я вам ее дальше покажу, показывает о том, что дело именно обстоит так. Потому что я ему написал, что мне нужна батарея новая. Он мне пишет, сколько модулей вам нужно. Он не пишет всю батарею. Он знает, что нужно поменять только несколько модулей. Так что вот так. Вот сейчас на экране моя переписка с продавцом батарей в Китае. Где он мне спрашивает, сколько у меня модулей поврежденных или бракованных. Высылает фотографии, что у него есть в наличии. Говорит о том, что какие у вас модули, какой вольтаж. Здесь я показываю, получается, нашел для джили электромобилей батареи. Это для EX5. Целая батарея, еще не разобранная. А здесь уже по модулям, раскиданная уже, видимо, люди брали. А здесь вообще собранная батарея. 4000 долларов стоит. Но это уже на другом сайте. Это батарея для DENZO электромобиля. 999 долларов. Здесь для гибридной Тойоты показана батарея для гибридного автомобиля. Данная фотка, это у нас 439 долларов стоит корпус для аккумуляторов. В общем, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, до свидания. Субтитры делал DimaTorzok